Всем привет, дорогие мои! Я сейчас хочу немножко ответить на вопросы, на некоторые. И одна из них, это скорее всего не вопрос, а просто ответ на комментарии, которых очень-очень много. Мы позавчера в субботу ездили в Краснодар, и многие начали писать, извините, Вася там работает, и многие начали писать о том, что Алина неблагодарная дочь. На самом деле это совсем не так. Она еще в пятницу мне начала писать в Вайбере, мама, можно я сейчас напишу заявление, в общем, напишу объяснительную и приеду домой. Понимаете как? Они, все дети, очень любят ездить домой. И говорить о том, что там Алина, там что-то там отстраненное какая-то, конечно, она не Настя. Это совсем другой человек, просто другой человек. Но домой она, конечно, просилась. Я говорю, дочь, ну как ты поедешь? Ты только поступила, только, и уже будешь отпрашиваться. Не надо, мы сами приедем, вот, и как бы привезем тебе документы, не надо тебе ехать. В общем, я ей отказала, сказала, нет, не езжай. Она, ну ладно, тогда на следующей неделе. В общем, на следующей неделе она собирается приехать. Ну, дело в том, что она по субботам учится, не знаю, как она там будет. Может быть, в субботу приедет, может быть, в пятницу, но приедет, обещала, что приедет. И, ну, зрители пишут, что вот, не соскучилась. Вы понимаете, сейчас такое время, что мы на связи постоянно. Мы постоянно общаемся в Вайбере, мы постоянно общаемся по видеосвязи, мы постоянно общаемся по телефону. Конечно, сейчас такого вот, что уехал там человек на месяц, а ты его не видишь, не знаешь, как дела, там, что. Конечно, уже идет, как бы, ну, что ж ты, соскучился. Но сейчас такого нет. Мне кажется, ни у кого такого нет, что вот прям все, уехал, и никаких у тебя там вискей, чего-то там нет. Также и с Дариной. Они общаются постоянно. Она с Дариной, между прочим, общается чаще, чем со мной. По поводу вот этого сухожара, по поводу там всяких каких-то там своих вещей, какое-то что. Она не мне пишет, не мне звонит, она Дарине. Дарина, посмотри, там, в нашей комнате нам на такой-то полке то-то лежит. Дарина, посмотри там это, Дарина, посмотри это, Дарина, ты возьми то. Они постоянно общаются. Я почему-то все думала, что у нас каникулы через неделю. Нет, каникулы через две недели оказываются там с 31 октября. Я думаю, Алина ее с удовольствием, Дарину пригласит, и она с ней там поживет, там, дня три, не знаю там сколько. Но дело в том, что, опять же, у нас умскул занятие. Ну, можно выйти из положения, она на ноутбуке своем занимается, ничего страшного там. Вот, я думаю, что Дарина с удовольствием к Алине съездит. Потому что у Алины-то нету каникул. Вот, и к чему я это? К тому, что неблагодарная дочь я могу сказать, наверное, про себя. Что я вот, когда мне было 15 лет, я уехала поступать, помню. Там, конечно, я там, когда напишу письмо, когда не напишу. Это, ну, раньше такое время было, что не позвонить, ничего нельзя было. Только что вот по экстренным случаям. И вот где-то примерно в октябре, наверное, в начале ноября, я только-только поступила, мне было 15 лет. Ну, и отец звонит, позвонил он, по-моему, прямо в училище мое, и что отпустите, нужна срочно домой. Ой, вы не представляете, я ненавидела ездить домой. Хотя я понимала, что маме очень тяжело, там трое после меня еще ребятишек маленьких. Такое хозяйство и все такое. А почему меня вызвали? Ну, у меня родители пили сильно. И в тот вот, ну, последний раз, когда мне вот было 15 лет, он, отец избил мать очень сильно. Он избил ее кочергой, сломал руку, там, пробился голову. Она была беременна. Девочка была, мама потом ее Леной назвала. В общем, ребенка убил там в животе. Вот. И вызвали меня. Это же, как я не хотела. Вы просто не представляете, как я не хотела ехать. Ну, конечно, пришлось ехать. Во-первых, надо было доить двух коров. Там, свиньи, овцы. Все это надо, ребятишки, надо всех кормить. Мы хлеб сами ставили. Представляете, это все на мои плечи. Легов 15 лет. Естественно, я ненавидела ездить домой. Естественно, мне это прям вообще не нравилось. Мама в больнице была. Я вот, не знаю, наверное, две или три недели я дома была. И хлеб пекла. Я помню, эти коровы у меня где-то там выскочили. Ой, я бегала по этой деревне. Этих коров загоняла. А уже тогда у нас в это время уже снег иной раз лежит. Ну, тогда снег был прям, ну как, подморожено все. Снег небольшой. Я помню, я бегу за этими коровами. У меня обувь там, ну, в резиновых сапогах, наверное, я не помню. Валенки не оденешь в то время. Бегу за этими коровами, слюни, сопли. Я реву там, слезы у меня. Ой, это кошмар. Правда. И у меня, я помню, ужасно болела голова. Я, по-моему, об этом уже рассказывала. У меня страшно болела голова. С утра, как встаю, эту печку надо затопить, этот хлеб поставить, варить надо. Ну, в общем, варить-то я не умела. Как-то там, не знаю, как мы там справлялись, не помню. Ну, варить я не умела, это точно. Мама меня вообще не учила. Может быть, отец варил, или кто, может быть, и Галя приходила, сестра, или Света, не помню. Но помню тесто, что я ставила. Как попало, ну, как-то ставила. Ну, в основном, конечно, было на мне хозяйство, что надо было корову подоить, там, свиней покормить, и все такое. Там, сено дать, воду дать, ну, вот. Вот, у меня, я до сих пор помню, как у меня страшно болела голова. И потом маму выписали, и меня отпустили ехать обратно в училище. Я только в поезд села, только легла, и у меня голова прошла. Вот, на каникулы я никогда домой не ездила. Никогда. В общем, я домой не ездила. Вот поэтому я говорю, что я, наверное, была страшно неблагодарная дочь. Ну, на летние каникулы я работала. Мне, конечно, никто никогда ни копейки не давал. Брат, как бы, помогал мне деньгами, ничего не спорю, ничего не говорю. Хотя у него тоже двое ребятишек уже тому времени было. Света тоже все время сами работали, дети трое там, хозяйство все такое. У Гали тоже помогать некому было. Сами там выбивались, как могли, работали. Ну, естественно, я работала. Я работала на каникулах. Мы красили подъезды, шпаглевали там, белили потолки. Ну, в общем, окна там красили, мыли. Ну, в общем, я работала. Все каникулы. Ну, домой я практически никогда не ездила. Но зато когда я закончила училище, мне исполнилось 18 лет. Мы подались, Вася, у меня 5 марта исполнилось 18 лет. И после 8 марта, там, 10 марта, мы пошли уже заявление подали. Вот, чтобы нас расписали. И мы такие с Васей глупые были. Это же кошмар какой-то. Мы такие намечтали с ним. Как, может быть, даже моя Алина сейчас. Вот она там намечтала на брови. Она там выучится, будет там деньги зарабатывать. Так же и мы с Васей. Вот, мы сейчас в деревню поедем. Я там буду коров доить. Вася там будет с котником работать. Мы будем у родителей жить. Денег там сильно тратить не надо. Мы там все денег накопим. И потом поедем там туда-то, туда-то. Мы ели, прожили, получается, до весны. Потому что мне 18 лет было. И вставать на то, чтобы в 5 утра идти коров доить, это же ужас. Это же кошмар какой. Это вот постоянно с этими коровами. Как мне это не нравилось. И Бася там тоже. Ему там мне 18, ему 22 года возиться с этими коровами. Но мы, помимо того, что как бы я работала дояркой, мы первое время пасли коров. Еще знаете как? Там, по-моему, в месяц что-то там, может, рубль 50 было с коровой. Я точно даже вот сказать не могу. Но очень многие, такие хитрые, они давали не деньгами, а молодые, глупые, ничего не понимаем. Нам там кто яйца даст, кто там, не помню, там рыбой, там ягода. Это же не деньги. А мы ничего не понимаем. Как попало, соглашались на это все. И ничего мы там не имели с тех, то, что мы пасли там целыми днями. Ну, что, детей нет, никого нет. И наняли нас, ну, вот, коров пасти не колхозных, нет, а вот именно скотину, которую люди держали, домашнюю скотину. Коров там все. Еще домой пригонишь. Например, осень уже была, травы уже мало. Но все-таки, знаете, в Сибири, когда уже там уже все подмерзает в сентябре, уже, а все равно до последнего, пока снег не ляжет, эта корова начинает везде лазить и уйдет, и надо же искать. Мы пригоним эту скотину и поедем еще давай искать. Полночи ищешь, куда она там зашла, фиг его знает. Потом до последнего, когда уже больше нельзя было, и пошла я, я работала сменной дояркой. Например, кто-то там заболел или кому-то что-то надо, меня вызывали, и я доила коров. По-моему, тогда было по 30, по 28 коров на человека, на доярку. Вот, но недавно тоже видео вышло, я страшно боюсь коров. А раньше ведь я доила, и на лошади я ездила. А сейчас вот, сейчас я не могу, я не могу подойти к корове. Ну, может быть, к домашней, к Свете, например, я поеду, я к ее корове подойду, поглажу, я подаю все. Ну, в принципе, я ужасно боюсь коров. Мне кажется, они меня забодают. Так же, как и к лошади я сейчас не подойду, понимаете, как не подойду, потому что я, почему-то как-то вот у меня страх какой-то. Хотя я говорю, работала я. Мы потом в Украину уехали, и мы оба работали доярками. Я доярка, Вася доером. Мы тоже работали в Украине, в совхозе, тоже коров доили. А сейчас нет, не могу. И поэтому, мне кажется, нельзя Алину назвать неблагодарной дочерью. Просто она не такой человек, как Настя. Она совсем-совсем другая. Вот Настя, да, она с утра уже сегодня раз в пять только позвонила. Она по видеосвязи звонит, она просто так звонит. Она там куда-то вот, куда-то там сходит, к врачу пойдет, она мне сразу все позвонит, она там мне все расскажет, как, кто что сказал, и где что там это. Она всегда такая Настя была, понимаете, она всегда. И в школе так же. Я знала все про их учителей, я знала все про каждого ученика. Кто что сказал, кто что сделал. Она придет со школы, и вот ты пока там ест, она мне все-все рассказывает. Вот Алина никогда такой не была, никогда. Прилет со школы, спросишь там, спросишь, если она скажет, то все хорошо. И все. Ну никогда у Алины такого не было, чтобы она не то, что вот прям со мной, а она и с другими так. Может быть, у нее есть подружки, которыми, конечно, она там целыми днями с ними общается, там, не знаю. Ну вот так вот она никогда такой не была. Даже сейчас вот Настя у меня вчера спрашивает, говорит, что Алина часто звонит. Я говорю, да нет. Ну, конечно, когда что-то там, что-то обсудить, что-то это, она там позвонит, там скажет, там все. И с утра вот напишет. В основном она просто пишет по вайберу, вот позвонит, ну или там напишет, там то-то-то, все хорошо, я туда-то-то-то. Ну вот так вот, чтобы все рассказывать, как и что. Нет, такого никогда не было. Она просто вот такой другой совсем человек. Вот. По поводу неблагодарной дочери. Она другая. Так, сегодня звонила Таня, я позвонила, ну, узнать, как у них там дела, там что. Таня устроилась на работу, она работает сейчас бухгалтером, вот. Ну, я что, звонила, говорю, Таня, что-то как, у Насти же квартира там стоит. Я спрашиваю, мы же отопление проводили, ну, мне было интересно, да и Вася спрашивает, говорит, узнай, как, что там, как бы с этим отоплением. Таня говорит, все хорошо. Протапливает, единственное, что батареи, только чуть-чуть теплые. Я говорю, Таня, скорее всего. Ну, вот она одна живет. Я говорю, попроси Андрея, чтобы он посмотрел, может быть, в воздух попал. Я, конечно, в этом ничего не понимаю, но у нас вот дома время от времени, там, в Техтете, тут, не знаю, еще не трогал Вася, не пробовал. Или тут нету даже. У нас там стояли специальные такие заглушечки. Он там откроет, и воздух выйдет, там немножко вода еще как-то в это. Я говорю, попроси Андрея, чтобы он тебе это посмотрел. Воду они там все залили. Вот. Таня говорит, топлив не очень много, потому что дрова тоже улетает. Ну, сейчас осень, сейчас сильно топить не надо. Но, говорит, дома прохладно. Дома прохладно, не жарко, ничего. Ну, вроде как хорошо. Извинилась за кота, что он никак у нее не жил, все, Галя убегала. Я говорю, Тань, да перестань, при чем тут ты, вообще ты, ты тут вообще при чем? Вот. Щенков Андрея забрал на лесопилку. Одного кто-то там забрал, один пока там на лесопилке так и живет. Ну, вот, как бы кормят, там поят, все. Она свою собаку Смайла привезла. Куры Лариса забрали. Ну, она тоже собирается привезти. У нее свои куры, у Тани есть. Но они пока еще в деревне, в Пасечном. Она говорит, у нее есть корова, теленок. Ну, пока мать смотрит, овцы у Тани есть. Куры, кур она привезла, остальное пока нет. Она говорит, уже сено купила. Ну, в общем, потихоньку все живет. Все у нее там хорошо. Ребятишки учатся. Я спросила, говорю, что, как там дети? Она говорит, нормально. Нормально. В классе все хорошо. Их хорошо приняли. Ну, тоже, знаете, деревенские приехали в село Тюхтет. Ну, Тюхтет все-таки, знаете, это не город, ничего. Дети все там очень хорошие. Хорошо все приняли. У них там уже друзья. Тюхтет все, ну, все хорошо. Лариса растут. Ульяночка, говорит, такая крупная девочка, такая прям крупная. Таня говорит, ну, совсем, конечно, характер другой. Ой, Семочка, говорит, когда маленький был, всем улыбался, всем на ручки. А Улья, говорит, уже нет, только маму на ручки не идет, ничего вообще такая, говорит, с характером уже растет. Вот я говорю, ну, так они уже рождаются с характером. Ну, по крайней мере, все у них хорошо. Выкопали картошку они. Картошка, правда, уродилась только у матери в деревне. У Андрея картошка не уродилась. А Таня у нас не... Ну, мы не садили картошку, потому что там бесполезно было садить ту картошку. Ну, в общем, вот так. Все новости вам рассказала. Спросила, как там Оля. Вика учится в 11 классе. Я уже говорила, что у нас в Красноярском крае на медсестру даже не поступить после 9-го, только после 11-го. Поэтому Вика учится в 11-м классе последний год. Она очень мечтает поступить в училище или технику медицинскую на медсестру. Вот, поэтому она учится в 11-м классе в интернате. Почему в интернате? Потому что у нас даже в соседнем селе, где все дети учатся, только до 9-го класса. А чтобы получить 11 лет, нужно учиться или в Тюхтете квартиру снимать, или в интернате, в Кандате там. Ну, в общем, Вика учится, все хорошо. В общем, все нормально. Все у всех, все хорошо. Картошка родилась. К Андрею они не высыпали. А высыпали у нас, потому что у нас воды в подполе не бывает. Ну, в общем, у Насти в доме. Мы с Настей тоже тут вчера разговаривали. Я говорю, ну, что там, продавать будем? Нет, Настя говорит, пока нет. Потому что если мы продадим, сейчас деньги ширпыр. Пока, как бы, они еще не знают, где они на самом деле жить будут. Как бы, продать этот дом надо где-то что-то покупать. А где покупать, они еще сами не определились. В общем, пока стоит там эта квартира. Настя говорит, пусть пока. Потом посмотрим. Если мы уж точно там где-то там уже соберемся брать ипотеку там или еще что-то, тогда уже начнем. И тем более мы даем срок Тане, чтобы она поработала. Она устроилась бухгалтером. У нее там через полгода уже ипотека будет совсем другая. Ее уже точно одобрят. Когда она поработает, хотя она работала в школе, в Чульской у нас там, завхозом. Она работала. Но там она работала не на полную ставку, а на полставки. Зарплата у нее была маленькая. Могли бы ипотеку не разрешить. Ну, не одобрить. А сейчас вот она бухгалтером устроилась работать. Ее по профессии она закончила. Колледж на бухгалтера, по-моему, в Малиновке тоже у нас. Ну, кто живет там в Красноярске, там знают, где это Малиновка, где учат именно бухгалтеров. Ну, вроде как, все я вам рассказала. Малиновка, поэтому не судите строго. Все люди разные. Все. Кто-то вот прям любит к родителям постоянно. Кто-то тоже любит родителей. Но немножко другой характер у человека. Алина любит нас. Я нисколько не сомневаюсь. Я говорю, она тут на эти бы выходные прям приехала. Я вот сейчас напишу, мам, пусть мне подпишут. И я приеду. Я говорю, нет, не приезжай. Учись. Только поступила, уже начнет сейчас прогуливать. Я не разрешила. Поэтому нормальная Алина. И ничего она не зазвездилась. Она просто вот такая девочка. Все люди разные. Все дети, слава Богу, нас любят. Вот. Всем пока. Берегите себя и своих близких. Дети вас любят, хотя иногда, может быть, и грубят. Все равно любят. Всем пока.